Трудности Маргариты Трудности Маргариты Написала её Елизавета Ветерелл в 1907 году Можно узнать даже от Река по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Притчи 20.11 Глава 15. Гора Шрадер Наутро снова ярко светило солнышко. Маргарита сидела на лавке под деревом, куда через листву проникали его ласковые лучи. Завтрак уже давно прошёл, и её едва ли кто-то видел или слышал. Подошёл Ренсом. — Маргарита, хочешь пойти рыбачить? — Нет, спасибо. — Не хочешь? А чем ты собираешься заниматься? — Ничем не собираюсь. — Не верю. — Что с тобой? Мама сказала, чтоб я позвал тебя, а ты сидишь как мокрая курица. И я очень рад, что я не девчонка. Ренсом ушёл, а щёки девочки слегка покраснели. — Ты плохо себя чувствуешь, Маргарита? — спросил мистер Рандолф, подходя ближе. — Нет, папа. — Ты нехорошо выглядишь. В чём дело? Почему ты не пошла рыбачить, когда Ренсом звал тебя? Спокойствие Маргариты было почти разбито, но она всё же выдержала и только ответила. — Мне не хотелось, папа. Личико её было спокойным, и мистер Рандолф, глядя на её бледность и умаляющий взгляд, которым она одарила его, был неудовлетворён. Постояв, он тоже ушёл. — Фелиция! — тихо спросил он, наклоняясь к жене. — Ты разговаривала с Маргаритой вчера вечером? — Она тебе рассказала? — задала встречный вопрос миссис Рандолф. — Что рассказала? Разве есть что рассказывать? — Ничего с моей стороны, — безразлично ответила леди. — Маргарита может сказать вам всё, что ей нравится. — Фелиция! — раздосадовно произнёс мистер Рандолф. — Этот ребёнок и так уже слишком много перенёс. Она больна. — Это её вина. Я уже говорила вам, мистер Рандолф, что я предпочитаю вообще не иметь ребёнка, если она не будет мне подчиняться. Она будет делать это, будет делать то, что я говорю, даже если и умрёт из-за этого. — До этого не дойдёт, — сказала миссис Гарри. Мистер Рандолф резко повернулся. В это время другой человек со страданием, заметив бледное личико Маргариты и догадываясь о причине, подошёл к ней и сел рядом. — Маргарита, что мы сегодня будем делать? — Я не знаю, капитан Драмонт. — Тебе сегодня не хочется штурмовать высоты? И снова на него посмотрели умаляющие глаза. Взгляд был приятным, но с такой тоской, что капитан решил выполнить то, что таилось у него в сердце. — Что бы ты сказала о длинной экспедиции, Маргарита? — Мне не хочется управлять пони, капитан Драмонт. Ну, а если я буду управлять, и мы сегодня оставим пони дома, я хочу поехать до самой горы Шрадер, чтобы поискать трилобитов. Я не хочу никого брать с собой, кроме тебя. Поедем? — А что это за существа, капитан? — Трилобиты? — Да. Что это такое? — Любопытные вещи, Маргарита. Это разновидность рыб, которые найдены на земле. — Рыба на земле? Ну тогда она не может быть рыбой. — Может, и все же пойдем и посмотрим, — продолжал капитан. — А тогда, если нам посчастливится, и мы найдем одну, то будем знать о них больше, чем сейчас. — Ну как вы будете их ловить? — Я думаю, руками. — Руками? — Ну, я не знаю другой способ, разве что твои руки мне помогут. Ну что, поедем и попробуем? Девочка медленно поднялась, очень озадаченная, но на лице ее появились интерес и любопытство. Капитан ушел, чтобы приготовиться к поездке, весьма довольный, что может сделать что-то доброе. Доброе сердце капитана невольно сжималось от вида бледного, тихого личика Маргариты. Она больше ни о чем не спрашивала, глаза ее были ясными и задумчивыми. Капитан нисколько не сомневался, что мысли ее роились, но она оставляла их при себе. О чем она думала? Ему это очень хотелось узнать. Он никогда раньше не замечал, чтобы выражение ее лица было настолько милым, хотя щечки были бледными и страдальческими. Всякий раз, когда она поднимала на него глаза, капитан видел в них свет чего-то глубокого, что он не мог прочесть. Правда, Маргарита все утро просидела ошеломленная и пассивная, пока капитан не подошел к ней со своим предложением. С первым же волнением от сборов опустошенное сердечко Маргариты наполнилось приливом любви и теперь только ожидала момента, чтобы вырваться наружу. В то же время она сидела тихонько, как мышка, и серьезная, как судья. Холм, к которому они направились, был миль за десять. Это было дикое каменистое место. Прибыв к подножию холма, они дальше не могли ехать. Капитан привозал лошадь к дереву и пошел вместе с Маргаритой по длинной извилистой тропе, заросшей шиповником и кустарником, усыпанную обломками камня и затененную ветвями старых деревьев. Сегодня Маргарите было очень трудно идти, ей не хотелось преодолевать препятствия, и ее бедные уставшие ноги отказывались идти по грубым камням последний отрезок пути. Она была рада, когда они дошли на место, которое капитан собирался исследовать, где она могла сесть и спокойно отдохнуть. С этой стороны горы было очень тихо, место выглядело весьма странным, деревья здесь не росли, и, казалось, ничего, кроме камней, не было, словно раньше тут были каменоломни, оставив после себя лишь обломки и зазубрины. Ничего, кроме крутого обрыва, совершенно голых, разбитых камней. Маргарита выбрала первый же гладкий валун, на который села. Теперь она видела, какое необыкновенно красивое это было место. Отсюда, со своего каменного сиденья, она видела безмерные просторы колышущихся от верхушек деревьев. Внизу долины у подножия горы было столько много холмов и ущелий, целые гряды поднимающихся и убегающих вниз лесистых холмов. Взгляд ее перебегал с одного вида на другой, мягче и тускнее, когда расстояние увеличивалось, и ярче и отчетливее, когда вид был ближе. Везде были дикие просторы, не видно было ни одного дома, и нигде не поднимался дымок. Везде были только залитые солнцем гряды холмов, над которыми время от времени медленно проплывало облако, а затем скрывалось за голубым горизонтом. «Ты собираешься сидеть здесь?» – спросил капитан. «Или будешь помогать мне искать рыб?» «Ох, я посижу!» – ответила девочка. Она не очень верила в успех капитана. «А ты не будешь бояться, пока я буду везде лазить?» «Бояться чего?» Капитан засмеялся и ушел, думая, однако, не о своих трилобитах, а о милом бесстрашном взгляде, которым она проводила его. Его тревожил вид ребенка, потому что она выглядела совсем не так, как раньше. Но откуда у нее это непоколебимое спокойствие и любопытное бесстрашие? «Она робкий ребенок», – думал капитан, взбираясь по камням. «Или была такой еще вчера?» Но капитаны Маргарита смотрели на все разными глазами. Неудивительно, что они не находили одно и то же. В солнечном сиянии над холмами и долинами, согревающем каждую верхушку деревьев, девочка видела другой свет – любовь к Господу Иисуса Христа. С этой любовью вокруг нее и над нею, как она могла чего-то бояться? Маргарита посидела немного, отдыхая и размышляя. Затем, чувствуя слабость и усталость, она сползла на землю и, подобно Иакову, подложила камень под голову и уснула. В таком состоянии капитан ее и нашел. Каждый раз, возвращаясь от своих поисков, чтобы взглянуть на свою подопечную, он не тревожил ее, а снова уходил. Поиски были трудными. Наконец, он нашел некоторые следы того, что искал, и в азарте забыл Маргариту. Прошло много времени, прежде чем он снова вернулся к ней. Она не спала. «Что вы нашли?» – спросила она, когда он подошел с полными руками ко мне. «Я нашел мою рыбу». «Правда? И где же она?» «Как ты себя чувствуешь?» – спросил капитан, присаживаясь рядом с ней. «Очень хорошо. Так где же рыба? У вас ничего, кроме камня, нет, капитан Драмонт». Без слов капитан протянул один из камней, который держал в руке. Вид его был любопытный. На плоской гладкой поверхности, где камень был расколот, выступала часть, похожая на какое-то животное. Но оно тоже было каменным, только черным и блестело, хотя отчетливо выделялось. «Что это, капитан? Это же камень!» «Это рыба!» «Это?» «Да!» «Но вы смеетесь!» «Я?» – проговорил капитан серьезно, как сенатор. «Это рыба!» «Это интересная черная вещичка!» «Так точно!» «Что это за рыба?» «Маргарита, ты уже обедала?» «Нет, сэр!» «Тогда давай лучше обсудим вначале этот вопрос. Солдаты не могут жить без своего рациона!» «Что это?» «Рацион?» «Да, сэр!» «Ежедневная пища, Маргарита!» «Та или другая, в зависимости от обстоятельств!» «Где та корзинка?» Маргарита была ответственной за нее и не позволила, чтобы капитан забрал ее. Она развернула салфетки и разрешила капитану угощаться, когда все приготовила. Хлеб с маслом и салат оказались очень кстати. Пока девочка ела, она смотрела на трилобита. «Пожалуйста, капитан, скажите мне, что это такое?» «Это рачок». «Но я не знаю, что такое рачок». «Рачок – это существо, у которого кости снаружи». «Капитан Трамонт, что вы имеете в виду?» «Это я имею в виду. Ты слышала когда-нибудь, как в старину воины одевались в кольчуги?» «Да, я знаю». «Так вот, эти существа вооружены похоже, только они не одевают сталь или медь, а твердые пластинки кости или роговицы, которые служат точно так же». «И это рачки?» «Да, это рачки». «И это существо было вооружено тоже?» «Конечно. Разве ты не видишь здесь отпечатки? Вот видны чешуйки в кольчуге. Они соединены так точно и двигаются так свободно, что он может скрутиться в комочек, когда захочет укрыться под своей кольчугой, потому что она расположена только у него на спине». «А как же он оказался в этом камне?» «Ах, каким образом?» повторил капитан, судовлетворением, глядя на Телобита. «Вот это уж я не могу тебе сказать, Маргарита. Он жил еще до того, как образовался этот камень. Каким-то образом он окаменел и вот теперь достался нам». «Ну, капитан Трамонт!» «Что?» «Как вы думаете, когда был сотворен этот камень?» «Не могу сказать, Маргарита. Одни камни молодые, другие старые. Этот один из старых камней». «Но откуда вы это знаете?» «Я знаю по признакам». «Что значит старый камень? Насколько старый?» «Не могу я этого сказать, Маргарита. Только молодой камень должно быть намного старше, чем Адам с Евой». «Как вы это знаете?» «Когда видишь у человека седые волосы, разве это не говорит о том, что он старый?» «Но у камней нет седых волос». «Да, есть. У Трилобитов точно так же». «Ну скажите», засмеялась Маргарита, «как вы можете сказать, что камень старый? Вы не скажете, что седина – знак, если увидите ее на молодых людях?» «Прекрасно, Маргарита», обрадовался капитан, увидев, что ее снова что-то интересует. «Прекрасно, но ты должна учиться немного лучше, чем я, чтобы узнать обо всем этом. Только это правда». «И вы не смеетесь?» «Нисколечко. Это существо, я предполагаю, жило тысячи миллионов лет назад. Также можно сказать тысячи чего угодно». «Не понимаю, как вы можете договорить?» сказала Маргарита с сомнением. «Это было в неизвестные древние времена, когда он плавал или как все они плавали. Тогда не было ни деревьев, ни кустов, ни травы, только водорослей и ни одного живого существа, кроме рыб, устриц и подобных тварей». «А где же тогда были звери и птицы?» «Они еще не были сотворены. Я думаю, что их не было, потому что еще не было травы, которой бы они могли питаться. Девочка задумчиво смотрела на трилобита. Это маленькое, черное, блестящее, каменное существо жило и радовалось столько много лет назад. Она снова глянула в лицо капитана, чтобы увидеть, не дурачит ли он ее. Он покачал головой. «Истина, как в книге, Маргарита!» «Ну, капитан, пожалуйста, скажите, откуда вы это знаете?» «Только подумай, Маргарита, это маленькое существо резвилось в грязи на дне моря, смотря на все своими глазами полумесяцами, а вокруг него плавали разнообразные рыбы, которых сейчас даже нет. Рыбы в таких же кольчугах, как и он. Все тогда были в кольчугах». «Глаза полумесяцы?» «Да, у него были такие, или у других были. Две полукруглые стенки глаз смотрели вперед, назад и направо, а другой вперед, назад и налево, а в каждой стенке было двести глаз». Капитан улыбнулся про себя, видя лицо Маргариты при этом заявлении, хотя внешне он был совершенно серьезным. «Ну, капитан!» Медленно начала она. «Хорошо, Маргарита, когда ты закончишь, я начну». «Вы сказали, что это существо жило на дне моря?» «Совершенно верно». «Ну тогда как оно сюда попало?» «Кажется трудным, правда?» «Знаешь, Маргарита, люди, которые знают, говоря, что вся Земля когда-то была дном океана». «Вся Земля?» воскликнула Маргарита. «Так это то, что в Библии написано». «В Библии?» спросил капитан в свою очередь. «Скажи мне, где?» «Разве вы не знаете, капитан Драмон, когда Бог сказал, да заберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша». Капитан тихонько присвистнул. На лице его отразилось удивление, он исказо наблюдал за Маргаритой. На лице ее был неподдельный интерес. С любовью она наклонилась над трилобитом, занятая своими мыслями, в то время, как ее друг, кроме интереса, обратил внимание на бледность ее личика, которое всего неделю назад было намного здоровее. «Тебе нравится смотреть на кольчугу?» – спросил он. Она не отвечала. «А ты все еще под настроением умереть на поле битвы?» Он надеялся, что вопрос заденет ее. Любопытство взяло в нем верх над сочувствием. Он не был готов встретить задумчивый, испытывающий взгляд, смешанный с неописуемой нежностью и страданием, выраженным в нем. Как и раньше, она ничего не произнесла. «Прости меня, Маргарита, невольно вырвалась у молодого человека. Просто ты говорила мне, что ты воин». Сердце девочки было чутким, и все утро она прожила в необыкновенной близости со Христом, которую знают только те, кто страдал за него. Она посмотрела на капитана и разразилась слезами. «Ты говорила мне, что ты воин!» – повторил он, не зная, что сказать. «О, капитан Трамонт!» – плача произнесла Маргарита. «Я бы хотела, чтобы вы были тоже!» Эти слова пронзили капитана. Он понимал, что она имеет в виду, но быстро спросил ее, зачем. «Потому что тогда вы бы знали Иисуса, и я хочу, чтобы вы были счастливы!» «Что ты, Маргарита!» проговорил молодой человек, хотя совесть осуждала его. «Ты совсем не выглядишь счастливой!» «Не выгляжу!» – переспросила она. «Но я счастлива! Я только хотела бы, чтобы вы тоже были счастливы!» Она вытерла глаза и встала. «Капитан, может быть, мы найдем еще одну такую штучку?» Капитан был согласен на все, только бы сменить тему разговора. Они с Маргаритой с большим интересом начали исследование камней, которые покрывали всю сторону горы. Девочка была более нетерпеливой, чем он, ей очень хотелось найти свой собственный трилобит. Трудность состояла в том, что она не знала, на что обращать внимание. Все, что она могла, это следовать за своим другом и наблюдать за тем, что он делает. Она направляла его на новые места, где они еще не были. Во время поисков капитан совершал несколько рисковых восхождений. Это бы обеспокоило Маргариту, если бы она так не интересовалась объектом поисков. Она, задрав голову, наблюдала за ним, где он высоко над ней перешагивал по отвесным скалам. Иногда он держался за какой-нибудь обломок камня, а другой раз надеялся на опору под ногами и на свою мускулатурную способность. Таким образом, перепрыгивая с одного места на другое, капитан поставил ногу на неукрепленный камень, и он полетел вниз. Прыжок спас капитана, но огромный камень сдвинулся с места и продолжал лететь вниз, увлекая за собой другие. «Маргарита!» «Осторожно!» крикнул он. «Вы нашли?» воскликнула девочка, бросаясь вперед. Она не поняла его предупреждения, и движение привело ее как раз под катящийся камень. Она не видела его, пока он не сбил ее с ног. «Маргарита!» закричал капитан. «Где ты?» Ответа не последовало. Он прислушался, снова позвал, и затем в два прыжка оказался у подножия скалы. Маргарита лежала, а нога ее была придавлена камнем. Глаза девочки были закрыты, она была бледнее обычного. Не задумываясь о том, насколько тяжел камень, напрягшись изо всех сил, молодой человек сдвинул его в сторону и освободил ногу. Он очень боялся вреда, который причинил. «Я ничего не мог поделать», сказал про себя капитан. Глядя на огромный кусок скалы, но прежде нужно было привести Маргариту в чувство. Насколько он знал, ручья рядом не было. Он побежал к корзинке с обедом, и все, что мог найти, это бутылку с соком. Капитан смочил Маргарите лоб и губы. Возможно, сок заслужил ту же службу, что и холодная вода, потому что девочка открыла глаза. Как только она села и пошевелилась, слова ее были прерваны криком от боли. «Что такое, Маргарита?» С тревогой спросил капитан. «Нога? Этот ужасный камень. Ты не можешь пошевелить?» «Нет», — ответила Маргарита, сдерживая дыхание. «Я не могу пошевелить. Пожалуйста, простите меня, капитан. Я не могла сдержаться и вскрикнула. Боль ужасная. Когда я не шевелюсь, она не так болит». Капитан тоже не сшевелился, желая, чтобы он, Маргарита и трилобиты оставались все на своих местах. «Как долго они могут сидеть здесь в горах, не шевелясь?» Он посмотрел на солнце, затем на часы. Было три часа дня. Он снова взглянул на девочку. «Дай мне посмотреть», — сказал он. «Что произошло?» «Трудно определить через это толстый ботинок. Что ты чувствуешь?» «Очень сильно болит». Капитан снова посмотрел на лицо Маргариты, затем без дальнейших церемоний разрезал шнурок ботинка. «А как теперь?» спросил он. «Ох, немного легче». «Если бы не это, ты бы снова потеряла сознание». «Так, я думаю, что нужно разрезать ботинок. У тебя растяжение щиколотки или чего-то еще, и нога распухает». Маргарита ничего не ответила, а капитан очень осторожно разрезал и снял ботинок. Процедура была необходима, так как нога уже была ужасно распухшей. И снова капитан удивлялся, переводя взгляд с лица ребенка на ее ногу. «А как сейчас боль?» «Очень болит». Он видел, что было намного хуже, чем она выражала словами. «Мой маленький воин», сказал он, «как ты предлагаешь мне спускать тебя вниз, туда, где мы оставили коляску?» «Я не знаю», ответила Маргарита, «вы не сможете меня нести». «Почему ты так думаешь?» «Я не знаю», ответила девочка, «но я думаю, что вы не сможете». Он видел, что она боится. «Я постараюсь быть очень осторожным, а ты должна быть очень терпеливой, потому что другого пути я не вижу. И я думаю, чем скорее мы отправимся, тем лучше, чтобы наложить на ногу что-нибудь холодное или горячее». «Подождите», торопливо произнесла девочка. Приподнявшись и приняв сидячее положение, она склонила головку и прикрыла глаза рукой. Капитан чувствовал себя очень странно. Он догадался, что она собирается делать. В сильной боли и страхе Маргарита искала невидимую помощь и вверяла себя ей. В благоговейном молчании юный офицер не двигался, пока не поднялась ее голова. «Теперь», сказала она, «можете меня нести». Капитан всегда уважал Маргариту, но теперь он чувствовал, словно в его руках было достоинство лет двадцати пяти. Насколько возможно осторожно, он поднял ее с земли, понимая, что изменение положения принесло ей боль с новой силой. Лицо ее покраснело, но девочка не произнесла ни слова страдания, ни упрека. По грубым камням друг нес ее с нежной аккуратностью. Обняв его за шею одной рукой, Маргарита старалась помочь ему. Она ничего не говорила, пока они не прошли места, где обедали. Тогда она воскликнула, «Ох, трилобиты!» «Оставь трилобита!» «Ну вы потеряете его, капитан!» «Не потеряю, если тебе захочется!» «Я вернусь сюда в другой раз, даже если нарушу свой отпуск!» «Я смогу держать его в другой руке, если дадите!» Капитан подумал, что бутылка сока не помешала бы в данном случае. Однако он остановился, нагнулся и поднял камень. Маргарита прижала его к себе, и они стали спускаться с горы. Путь для них обоих был очень тяжелым. Капитан изо всех сил старался ступать осторожно, что не всегда получалось между камней и кустов, особенно с тяжелой ношей в руках. Нога Маргариты висела, и от увеличения в ней притока крови причиняла ей ужасную боль. В основном девочка крепко сжимала губы, чтобы не показать своему другу, как сильно она страдала. Однажды капитан услышал шепот, не предназначавшийся для его слуха, но произнесенный у самого его уха. «О, Господь Иисус, помоги мне!» Эти слова снова и снова звучали в ушах и сердце капитана, но он тоже только лишь сжимал покрепче зубы и продолжал ступать как можно быстрее и мягче. Капитан был неимоверно рад, когда они подошли к коляске. Но тут возникли новые проблемы, потому что в этой карете не было места, где Маргарита могла бы лечь. Сидение было накрепко приделано, и капитан не смог его снять. Он сделал все, что можно было, положил девочку боком на сидение, чтобы больная нога могла лежать в одном положении, а сам встал позади нее, держа вожжи. Таким образом, она могла головой опереться на него. Иногда он боялся, что она потеряет сознание и соскользнет. Пока она лежала на земле, он придумывал, как ее положить в карете. Ее закрытые глаза и бледнощек не раз приводили капитана почти в отчаяние. Теперь Маргарита сидела спокойно, прислонившись к нему и держа глаза открытыми. Он ехал, насколько возможно, тихо. Ему приходилось справляться со строптивой лошадью, и капитан доволен был, что умел хорошо управлять. Движение коляски было для Маргариты весьма болезненным, и каждый ухаб пронзал капитана в самое сердце. «Как дела, Маргарита?» спросил молодой человек, когда они проехали некоторое расстояние. «Нехорошо, капитан!» тихо ответила она. «Плохо, да? Я стараюсь ехать как можно медленнее, чтобы не трясти тебя слишком сильно. Сможешь ли ты выдержать, если будем ехать быстрее?» «Постараюсь!» Капитан осторожно прибавил скорость, но его вопрос и, возможно, ответ девочки был вызван видом неба на западном горизонте, где быстро собирались густые облака. Смогут ли они доехать до дома вовремя? Оба они в этом очень сомневались. «Капитан Драмон!» неожиданно сказала Маргарита. «Я не могу больше вынести этой тряски!» «Может быть, ехать тише?» «Пожалуйста!» «Маргарита, ты видишь, что творится на небе? Что ты предлагаешь сделать, если от облака настигнут нас?» «Я не знаю», ответила она. Но она произнесла это так спокойно, что капитан снова удивился. Он надеялся, что страх заставит ее вытерпеть боль. «Маргарита, ты думаешь, что надвигается ураган?» «Думаю, что да». «Как скоро?» «Ты знаешь признаки лучше, чем я. Как скоро он будет здесь?» «Очень скоро!» Но в голосе Маргариты не было волнения. Он был совершенно спокойным, хотя и слабым. Капитан замолчал, поглядывая на тучи. Он продолжал ехать, но не так быстро, как ему хотелось бы. Он понимал, что для его подопечной это было жестокое страдание, потому что она сильно побледнела. Она ничего не говорила, кроме коротких ответов на его вопросы. Тучи на западе сгустились и превратились в черные и серые. Они неслись с огромной скоростью, наскакивая друг на друга. Солнце скрылось за этим темным покрывалом. Постепенно из-за густого ливневного дождя гор тоже не стало видно. В небе, казалось, все наэлектризовалось и было готово к оглушительному взрыву. Ураган еще не налетел, когда медленно плетущаяся карета проезжала Крем-Элбоу. Но к этому времени капитан уже видел отдаленные зигзаги молнии и даже слышал предупреждающий грохот грома. Капитан вдруг подумал, что его строптивая лошадь может испугаться молнии. «Маргарита!» проговорил он. «Моя бедная Маргариточка! Мы не сможем доехать до Мельбурна, а должны где-то остановиться и переждать. Нет ли здесь какого дома, куда бы ты хотела заехать? Я думаю, нужно свернуть в это селение». «Нет! Не останавливайтесь!» воскликнула Маргарита. «Не возвращайтесь! Здесь есть место поближе! Поверните на эту дорогу, мы уже совсем близко!» Капитан послушался, но натянул вожжи, услышав рев урагана ближе. «Маргарита, куда? Я ничего не вижу!» «Вот он, капитан! Этот маленький домик!» «Этот?» переспросил капитан, но времени на вопросы больше не оставалось. Он спрыгнул, два или три раза обернул вожжи вокруг столба у ворот и с трудом вытащил Маргариту из кареты. Он не мог это проделать без того, чтобы не причинить ей новую боль. Девочка потеряла сознание. В таком состоянии он внес ее в коттедж миссис Винаид. Старушка видела их и встретила у двери. Увидев состояние девочки, она проворно набросила чистую простынь на диван, стоящий у окна. Молодой человек осторожно опустил ее. Джунаида приготовила соль и воду, а затем спросила капитана, что произошло. Она повредила ступню, ответил капитан с большим вниманием, рассматривая распухшую ногу. Слава Богу, она не сломана. Я надеюсь, что здесь растяжение или вывих. Небо знает, почему она повреждена. Тихо, сказала старушка. Джентльмен поедет за доктором? Да, это должно быть в первую очередь, серьезно ответил капитан. Где я смогу его найти? Доктор Сентфорд, джентльмен знает дорогу к мистеру Леонард? Да, знаю. Доктор Сентфорд на полпути туда. Джентльмен помнит большой деревянный дом посреди кедровых деревьев. Капитан напряженно думал, он смутно помнил это место. Перед тем, как выйти, он оглянулся, чтобы убедиться, что Маргарита открыла глаза. Молодой человек боялся, что если она придет в себя без него, то испугается. В этот момент сверкнула ослепительная молния, и раскат грома послышался совсем рядом. Джунаита подняла на него глаза. «Джентльмен не боится урагана, здесь нужна помощь», произнесла она, касаясь ноги. Капитан вспомнил, что девочка сама направила его в этот дом и выскочил за двери. Тучи чернели с каждой минутой. В сгустившейся тьме Джунаита нагнулась над Маргаритой и увидела, что глаза ее открыты. «Узнает ли моя маленькая леди Джунаиту?» Маргарита вздохнула, оглянула комнату и только тогда сообразила, где она. «Ох, я здесь», произнесла она, «А где капитан Драмонт?» «Джентльмен уехал за доктором, чтобы помочь твоей больной ноге. Как ты себя чувствуешь, детка?» «Она очень болит». Джунаита первым делом пыталась снять чулок. Это можно было сделать только лишь разрезав его. Когда он был снят, нога выглядела очень жалко. Джунаита слегка прикрыла ее и затем повернулась к бледному личику девочки. «Что я могу предложить моей маленькой леди?» «Я Маргарита Рандолф». «Что я могу сделать для мисс Маргариты, чтобы ей было удобнее?» «Джунаита, я бы хотела, чтобы вы помолились о мне опять». «Что мисс Маргарита хочет от Господа?» «У меня сильно болит нога и я хочу быть терпеливой. А еще, Джунаита, я хочу поблагодарить его». «За что, мисс Маргарита?» «За то, что я люблю его и он сделал меня такой счастливой». «Слава Богу!» радостно воскликнула Джунаита, затем склонилась на колени и вознесла горячую мольбу о необходимой помощи, а также за глубокую благодарность за уже оказанную помощь. Маргарита была весьма тронута и слезы лились по ее бледным щекам. Когда молитва закончилась, Джунаита занялась необходимыми приготовлениями в комнате. Затем подошла и села рядом. Ураган продолжал дико бушевать, молнии и гром были совсем рядом и, казалось, не переставали давать о себе знать. Но две обитательницы маленького коттеджа едва ли обращали внимание на то, что происходило снаружи. Через время ураган был уже не таким неистовым. Все ли хорошо было с моей маленькой леди с тех пор, как она подарила Джунаите веточку розы? Так началась новая тема для разговора. Маргарита слегка смутилась, не зная, что отвечать. Не то, что она не доверяла старюшке. В ней было что-то такое, что полностью завоевало сердце девочки. Я не знаю, наконец, медленно произнесла она. Мне было очень трудно поступать правильно, Джунаита. Но исполняла ли моя маленькая леди заповеди своего господа? Да, Джунаита, исполняла, но если бы не ваши слова, которые вы мне сказали, я не знаю, смогла бы я. А встретила ли она препятствие? Джунаита видела, что она встречала, потому что бледные щечки девочки вдруг вспыхнули, а личико оставалось непривычно серьезным. Она не ответила на вопрос, только когда смущение прошло, она посмотрела на старушку и сказала, но теперь я не переживаю, Джунаита. Слава Богу, прозвучал отклик в сердце Джунаиты. Господь знает, как избавлять от переживаний мисс Маргарита. Да, ответила Маргарита, ох, неожиданно воскликнула она и личико ее озарилось светом, но тут она остановилась. Что это, любовь моя? Ничего, просто я рада теперь, что моя нога болит. Благодарность Маргариты снова переполнила сердце доброй женщины, но этот раз она только отвернулась в сторону. Возможно, она хотела скрыть слезы, навернувшиеся ей на глаза. Она понимала больше, чем могли выразить скупые слова Маргариты. В это же время капитан Драмонт и его резвая лошадь мчались вперед и, возможно, никогда не забудут этот ураган. Они нашли дом доктора Сенфорд, но здесь капитан узнал, что его нет дома и слуга не мог сказать, где он. Единственное, что можно было еще сделать, так это поехать в Мельбурн и рассказать все родителям девочки. В Мельбурн капитан мчался так, как позволяло настроение лошади. Гостиная, как и обычно, была ярко освещена и полна собеседников. «Привет!» воскликнул Марк Фарлан, когда вошел капитан. «Наконец-то! Мы думали, что ты сам превратился в ископаемое, Драмонт, и в следующие тысячу лет даже не ожидали встретить тебя. Не представляли, где тебя можно было искать после такого урагана среди водных или магматических пород. Рад, что ты появился. Позволь мне представить тебя доктору Санфорд». «Я рад видеть вас, сэр!» невольно воскликнул капитан, пожимая руку доктору. «Ты не оставил где-нибудь Маргариту, превратившуюся в каменную лилию?» продолжал Макфарлан. «Да», подтвердил капитан. «Доктор Санфорд, я хотел попросить вас поехать со мной. Мистер Рандолф, я оставил Маргариту по пути. Я неосторожно уронил вниз камень, который повредил ей ногу, а ураган помешал ей доехать до дома. Она осталась в коттедже возле Крем-Элбоу. Я сейчас повезу туда доктора, чтобы он определил, что необходимо для ноги». Мистер Рандолф приказал приготовить карету и затем рассказал жене. «Ураган не прекратился?» спросила она. Гром и молния стали меньше, но идет сильный дождь. Дэди вышла из комнаты, чтобы собраться и через несколько минут она, муж, капитан и доктор сидели в карете, направляясь к коттеджу миссис Бенаид. Капитан рассказал, как произошел несчастный случай. После этого он замолчал. Молчали и все остальные, пока не остановилась карета. Коттедж миссис Бенаид выглядел очень странно, когда вошли в него все знатные люди. Но хозяйка дома выглядела сама собой, ее прием знатных гостей был таким же простым, какой она оказала Маргарите. Маргарита лежала там, где оставил ее капитан, но на лице ее было выражение любопытства, когда она смотрела на остальных, вошедших с ним. Отец с матерью подошли к дивану со стороны головы. Капитаны Джунаида стояли в ногах. Доктор стоял немного сзади. «Тебе очень больно, Маргарита?» спросил мистер Рандолф. Девочка посмотрела на него. «Да, папа!» Она начала тихо, но последнее слово было особенно выразительным, и губы ее задрожали. Мистер Рандолф наклонился и поцеловал ее. «Я привез доктора Сенфорд, чтобы он полечил твою ногу, доченька. Он посмотрит, что для нее требуется». «Папа, а он сделает мне еще больнее?» спросила с опаской девочка. «Надеюсь, что нет, не больше, чем это необходимо». «Она особенно болит, когда кто-нибудь прикасается». «Но он должен потрогать ее, Маргарита. Сможешь ли ты смело перенести это?» «Подожди, папа». И снова девочка закрыла лицо обеими руками и затихла. Мистер Рандолф не имел представления для чего, хотя уступил ей и ждал. Капитан знал, так как в этот день больше видел Маргариту и выглядел очень серьезным. Чернокожая женщина тоже знала. Когда Маргарита убрала с лица руки, она тихонько произнесла глубокое «Аминь», которое никто не понял, кроме маленького сердечка. «Папа, я готова, теперь он может посмотреть». Джунаита раскрыла больную ногу, и доктор подошел к дивану. Маргарита, глядя на него, с удовлетворением подметила, что у него было красивое приятное лицо. Взгляд миссис Рандолф был обращен к ноге, и она невольно вскрикнула. Это было первое, что она выразила. Все остальные молчали, пока доктор проводил руками по опухшей ноге. Он делал это очень нежно, так что причинял боль не сильно. Затем он подошел и позвал Джунаиту. После разговора она исчезла, а доктор подошел к мистеру Рандолф и что-то сказал ему. Мистер Рандолф снова посмотрел на Маргариту. «В чем дело, папа?» спросила дочь. «Доченька, чтобы твоя нога снова была здорова, доктор вынужден сделать кое-что, что причинит тебе сильную боль. Сможешь ли ты выдержать это? Это будет недолго». «А что с моей ногой, папа?» «Что-то, что доктор через несколько минут поправит, если ты постараешься выдержать боль». «Еще боль». Девочка и так уже настрадалась так сильно, ее губы снова задрожали. «Папа, это обязательно?» «Да, он должен это сделать». На минуту Маргарита снова прижала руки к лицу, после этого она лежала тихо. Мистер Рандолф стоял на своем посту, едва отводя от нее взгляд. Миссис Рандолф села там, где стояла, за изголовьем дивана, где малышка не могла ее видеть. Все присутствующие погрузились в молчание. Наконец, доктор был готов и подошел к ноге в сопровождении Джунаиты. Мистер Рандолф взял Маргариту за руку, другой девочка прикрыла глаза. Она лежала совершенно спокойно, пока доктор поправлял разбитые косточки щиколотки. Так как вся нога очень болела, то необходимая процедура причиняла сильнейшую боль, сильнее, чем просто составление сломанной кости. Мистер Рандолф время от времени чувствовал конвульсивное сжатие руки дочери. Кроме этого, не было никаких признаков того, что она сильно страдает. Еще знак сострадания другой личности был, когда доктор замотал ногу и закончил свою работу. Из груди Джунаиты вырвался глубокий вздох. Слава Господу! Доктор посмотрел на нее с едва заметной любопытной улыбкой. Капитан Драмонт сказал бы «Аминь», если бы слово не было совершенно непривычно для его уст. Миссис Рандолф поднялась и спросила доктора, каким самым лучшим образом можно будет перевезти Маргариту. «Ее нельзя перевозить», сказал доктор. «Не сегодня?» «Нет, мадам, не завтра и не через много дней». «Она что, должно оставаться здесь?» «Если бы она была на улице, я бы ее перевез», сказал доктор, «но даже не из амбара, который бы защищал ее от дождя». «Какой от этого вред?» «Доктор ничего не ответил». «Но я не могу быть с ней здесь», возразила миссис Рандолф, «и насколько я вижу никто другой». «Джуна это присмотрит за ней», ответил доктор, «она лучше целой армии нянек». «Мисс Маргарита нигде не сможет получить такого ухода, как здесь». «Вы берете на себя ответственность?» спросила миссис Рандолф, поворачиваясь к хозяйке коттеджа. «Господь мне дал это, мадам, и я люблю выполнять поручения моего господа», ответила Джуна Ита. «Она не могла бы дать лучшего ответа, если бы он должен был действовать как выстрел, чтобы выпроводить миссис Рандолф из дома». Она подождала, пока доктор закончит свои распоряжения чернокожей старушке. «Я не вижу», сказала она мужу, что кому-то будет польза от моего пребывания здесь, и если мы должны идти, то чем быстрее, тем лучше, чтобы Маргарита успокоилась. Доктор сказал, что для нее это самое лучшее. «Капитан Драмон проводит тебя», ответил муж, «я останусь». «Вы ничего не сможете сделать в этой коробке вместо дома». «Нет никакого смысла оставаться вам здесь на ночь, разве только ребенок пожелает этого», сказал доктор. «Для нее лучше, если она будет в тишине и уснет, если сможет. Вы можете помешать, если ваше присутствие не поможет ей в этом». «Что ты скажешь, Маргарита?» наклонившись к ней, ласково спросил отец, «Мне остаться или уйти? Какое твое желание?» «Папа, тебе будет здесь неудобно, я не боюсь». «Ты хочешь, чтобы я уехал?» спросил отец, прижимаясь к ней лицом. Маргарита обняла его за шею, поцеловала и держала так, пока шептала, «Нет, папа, но для тебя будет лучше, здесь нет для тебя места, и я не боюсь». Он молча поцеловал ее несколько раз, затем поднялся и вышел посмотреть на погоду. Ураган утих, луна с трудом пробивалась между огромными облаками, несущимися по небу. Миссис Рандолф, накинув капюшон, была готова к отъезду, а Джунаита накинула на плечи шаль. Доктор стоял в ожидании, чтобы помочь леди сесть в карету. Капитан наблюдал за девочкой с тоской, смотрящей на мать. Он смотрел и удивлялся ее серьезному, мягкому выражению лица. В этот момент капитан не испытывал теплых чувств по отношению к миссис Рандолф. Карета была готова, и леди повернулась, бросив прощальный взгляд на дочь. Это был холодный взгляд, но мягкий взгляд Маргариты не изменился. «Мама!» шепотом проговорила она, «Ты не поцелуешь меня!» Миссис Рандолф тут же наклонилась и поцеловала. Она не могла отказать, но затем немедленно взяла доктора об руку и вышла из дома. Капитан благоговейно склонился на другой Маргариты и тоже встал. Все ехали молча, пока доктор Сенфорд не покинул их возле своей двери. Как только карета тронулась, миссис Рандолф заговорила, «Мистер Рандолф, как долго он сказал, ребенок должен оставаться в коттедже этой женщины?» Он сказал, что ее нельзя трогать несколько недель. «В таком случае она может там оставаться навсегда», проговорила миссис Рандолф, «из-за эффекта. Понадобится год после этого, чтобы вернуть Маргариту туда, где она была. Хотелось бы, чтобы фанатики оказывали влияние на детей, до которых никому нет тела». «Что вы заметили фанатичного, мисс Рандолф?» спросил капитан. «Религиозный фанатизм. Похоже, что он заразный». «Тогда я сегодня был в опасных обстоятельствах», сказал капитан. «Боюсь, что я заразился. Я чувствую, что у меня не все в порядке». «Это не улучшит вас», сухо ответила миссис Рандолф. «Как это отражается на Маргарите?» «Изменила ее до неузнаваемости. Она никогда с ней невозможно договориться. Она само воплощение упрямства». «Возможно, она всего лишь исполняет приказания», произнес капитан сделанным равнодушием. «Обязанности солдата делают его иногда ужасно упрямым. Вы должны извинить меня, но я не могу не уважать военных качеств». «Не будете ли вы так любезны объяснить, что вы подразумеваете?» спросила леди с недовольной манерой. «Я верю, что Маргарита подчиняется приказаниям высшего авторитета, чем мы, и должен сказать, что я это сегодня видел. Я видел стиль послушания и военное исполнение, которое бы выиграло любую вершину и умерло на ней». Затем добавил, «Такое отношение получает повышение по службе». «Как это все произошло?» спросил мистер Рандолф, когда леди умолкла. «Я слышал только часть истории». В ответ капитан Драмон стал рассказывать в деталях весь прошедший день шаг за шагом, не пропуская ничего, желая, чтобы отец с матерью знали, если хотели, с каким душевным состоянием они имеют дело. Он рассказал все, и его никто не прорывал. «Одна вещь», в заключение задумчиво проговорил капитан, «одна вещь смиренно склониться на колени и повторить за священником «Господи, будь милостив к нам и запиши все эти законы в наших сердцах». Я сам это делал, но совершенно другое чувство возникает, когда видишь кого-то, в чьем сердце они записаны. «Тогда для вас остается только одно, капитан Драмонт», насмешливо сказала миссис Рандолф, «бросить армию и слушаться приказаний». «Боюсь, если я так поступлю, то вы никогда не захотите видеть меня здесь, в маленькой церкви мистера Пайн», сказал капитан, высаживая леди у двери ее дома, «до тех пор, пока Маргарита благополучно выйдет замуж», со смехом сказала миссис Рандолф. конец главы Если вы хотите полностью прослушать эту аудиокнигу, то вы можете слушать на приложении Капли Сота, там уже можно слушать все главы. Продолжение следует...